Я думаю, что наступило время небольшого упражнения. И перед тем, как мы перейдем к упражнению, я хочу, чтобы прежде всего озвучить вот какой момент. На тренинге обычно у нас немного теории, это только в начале, так как бы, чтобы вы мне за своего приняли, много теорий. А потом будет в основном упражнение. Когда упражнение происходит, я даю инструкцию на упражнение, например, объединитесь в пары или в тройки. Моя ответственность построить упражнение таким образом, чтобы оно было максимально эффективным для обучения, ваша ответственность обучаться или не обучаться. Учительница моя Джуди Делазье по практической психологии, о которой Нельсон сегодня упомянул, она подарила мне очень интересную метафору. То, что находится выше шеи, это слухи, а то, что находится ниже шеи, это опыт. То есть, если какая-то часть теории должна войти в ваш эмоциональный опыт. То есть, сколько бы мы не читали книг по консультированию, мы не станем консультантами от этого. Сколько бы мы не прочитали книг по плаванию, мы не станем пловцами. Или книги, 23 книги прочитал по езде на велосипеде. Но я не научился ездить. Нужен живой велосипед. Но благодаря книге, конечно, лучше, чем ничего. Живой консультант, который преподает, лучше, чем книги. И уже непосредственно упражнение и тренинговый формат лучше, чем только лекция. Еще важное правило хочу вам просто преподнести. Консультант – это модель. Где-то запишите, чтобы было понятно. Сейчас расшифрую. Вот смотрите, как и миссионер – это модель. Если вы как миссионер приходите в какое-то пространство и проповедуете, вы собою показываете, до какого состояния довел вас ваш Бог. Если вы очень депрессивный, очень виноватый, если вы просто «я не достоин здесь, а ваш Бог довел, я не хочу быть похожим на тебя». Если вы приглашаете к своему Богу, и вы человек вдохновенный, жизнерадостный, любящий, принимающий, и к тому же еще и в реке, то люди «вау, как классно, слушай». И тогда они начинают на интуитивном уровне душой считывать тот поток Божий, который идет через вас. Консультант – это модель. Это очень важно. Поэтому сначала мы работаем над внутренним ростом, над тем, чтобы самому прорешать большую часть каких-то трудностей, задач, проблем и так далее. И только тогда в той области, в которой ты получил освобождение, в которой преодоление произошло, в той области ты сможешь служить и другим людям. Как апостол Павел говорит, что «искушен быв, сможет искушаемым помочь». Или вот, например, я смотрю, что люди, которые имели опыт реабилитации, то есть сами имели наркотический опыт, они могут помогать наркоманам. Они тонко чувствуют, ага, ты на срыве, Серега, ты на срыве сейчас, например. Мы люди, которые… Я не имел опыта наркотика. Я могу помогать, но как бы моя помощь не видит деталей, нюансов, понимаете? То есть я вижу так в общем. Но вот этот момент, что в чем вы получили освобождение, в том вы имеете власть и силу уже помогать другим людям. Субтитры создавал DimaTorzok